Россия в глобальной политике Видеоверсия Потому что такое ощущение, что мы все участвуем в таком огромном шоу постановочном, режиссером которого является то ли Ким Чен Ын, то ли кто-то из его коллег. Нет, ну, конечно, пройти нельзя, потому что все-таки весь мир об этом говорит. В общем, честно говоря, надоело, потому что вот это вот какое-то уже новое качество политики, когда, в общем-то, все понимают, что, ну, не будет войны на корейском полуострове, уж тем более ядерной. Но идет какая-то игра такая, большой блеф, и все реагируют как положено. А самое главное ощущение такой безнадежности, потому что вот в нашем мире, когда незаменимых, неуязвимых нет, выясняется, что северокорейская очень специфическая политическая система, вот этот режим Чучхе, а он фактически неприкасаемый, с ним ничего невозможно сделать. Федь, действительно, видимо, очень неприятно быть той самой лягушкой, да, которую разложили на лабораторном столе и подключили электроды. Мы все действительно дергаемся вслед за происходящим по заранее определенной схеме. Поэтому я-то, собственно, хотел предложить вам немножечко уйти в сторону и поговорить не, собственно, о возможности войны в текущих условиях. Я где-то прочел, что на самом деле ситуация, она в значительной мере патовая на Корейском полуострове, потому что разрешить ее каким-то образом возможно только с помощью войны. Никакими другими силами изменить существующее положение дел невозможно. Это так? Не будет Германии, объединения Германии? Не будет? Вот как только там? Объединения Германии не будет, конечно. И неудивительно, потому что Азия не Европа, Корея не Германия, корейцы не немцы. Совсем другой менталитет. Ну, я бы не сказал, что единственным способом является война. Наверное, можно предположить все-таки не сейчас, вот немедленно, а через какое-то время внутренние катаклизмы. Потому что такого рода режим, он заведомо обречен рано или поздно. Только у нее ресурс оказался кратно выше, чем кто-либо мог предположить. Но, с другой стороны, в общем, да, получается, что нету, как говорилось в известном фильме, нету у вас методов против Кости Сопрыкина. Война, ну, только в случае, если северкорейское руководство сойдет с ума и таки действительно куда-нибудь стрельнет или ударит там по... Реально, по Южной Корее, по Японии, по американским объектам, ну, тогда уже никакие издержки не остановят. Но этого, скорее всего, не случится, потому что Северная Корея управляет не безумные камикадзе, а по-своему очень рациональные люди. Просто у них рациональность направлена на одно, чтобы не трогали, чтобы все отстали. Поэтому вот эти игры на грани фола, а сейчас, конечно, на сей раз вот эта вот инсценировка, она, ну, очень масштабная, вплоть до... В том числе и российскому, что давайте эвакуируйтесь, а то вообще мы не гарантируем вашу безопасность, все может быть. Они будут продолжаться, видимо, долго. Вмешательство без повода, без прямого вот казуса Белли крайне чревато, потому что какой бы примитивный ни был арсенал ядерный Северной Кореи, но он есть. И ракетный есть. И кому охота подставляться под пусть последнюю, но очень яркую вспышку этого... Этой звезды никому не охота. А надеяться на то, что северокорейский режим изнутри треснет и рассыпется, как восточноевропейские коммунистические партии или Советский Союз, в общем, тоже оснований нет. Потому что этот вывод как раз очень основательно сделали в Пхеньяне из распада коммунистической системы мировой, что нельзя допускать никакой слабины, вот никакой щели, никакой мягкой силы не должна проникнуть. Проникнет, все, считай, проиграл. И поэтому вот только ужесточают. И да, действительно, получается, что никуда не денешься. Более того, вот вся ситуация демонстрирует такое злобное бессилие со всех сторон, но даже Китай, который всегда величаво колыхался рядом. И когда очередное обострение, Китай, значит, пошевелив бровью, говорил, не надо, успокойтесь, все нормально. Вот сейчас даже Китай это все явно надоело. Да, значит, Джимин Джибао, ну, точнее, английская, я по-китайски не читаю, но в английской версии Global Times написала очень жесткую редукционную статью на днях, где, во-первых, прямо возлагает, соответственно, со Северной Кореей, что надоели ваши эти все фортеля. Во-вторых, сказано, что благожелательное отношение китайского народа к Корее снижается. Наше терпение не безграничное. Для Китая это очень сильная формулировка, потому что если уж снижается терпение китайского народа, значит, и что и ничего, а что делать, а ничего ты не можешь сделать. Потому что китайцы прекрасно понимают, что давить на Северную Корею, запугивать, это значит только удестерять их желание всем показать, какие они непредсказуемы и отморожены. И вот, да, совершенно феноменальный, удивительный режим, который показывает, на самом деле, дисфункцию мировых механизмов. — Федь, а на чем он держится? Это страх? Это всеобщий контроль? Это промывание мозгов? — Это промывание мозгов, это всеобщий контроль, это почти стопроцентная изоляция. Потому что, действительно, они совершенно справедливо сделали вывод, что если ты хотя бы даже дозированно начинаешь давать информацию о реальном положении дел в мире у соседей, это очень опасно. Потому что люди начинают сравнивать, люди начинают что-то хотеть. Совершенно не обязательно, что то, чего хотят люди, действительно надо хотеть. Но это уже происходит без... вне зависимости, уже потом будут жалеть, может быть, кто-то. Правда, эксперты говорят, что после, ну вот, с начала 2000-х годов, вот этот вот абсолютно плотный и непроницаемый информационный занавес, который был до этого, чуть-чуть стал прорежаться. Ну, там были вот поездки, были какие-то политики солнечного тепла, когда были встречи Кимов. — Вот это как раз промышленная зона Кессон. — Да, промышленная зона Кессон, которую сейчас якобы закрыли или закрывают. Но все равно это какие-то такие вот искорки на фоне полного мрака, полной темноты. И, учитывая, что менталитет корейцев очень своеобразный, это касается любых корейцев, южных тоже, там тоже, так сказать, фасад-то западно-типовой, а содержание очень особенное. Видимо, вот власти северокорейские как-то, в общем, понимают, каким образом этот менталитет держать под контролем. — Опять-таки, я абсолютно уверен, что это не навсегда. Рано или поздно наступит нечто, что заставит изменить позицию, а как только они начнут менять, то вот это все и посыпется. Но пока, честно говоря, в 90-е годы ожидали, что вот-вот рухнет, потому что голод, потому что не урожай, ничего пережили. Сейчас, как я понимаю, ситуация экономическая не такая отчаянная, как была когда-то. — Федь, а чего хотят правители Северной Кореи? Они просто вот такие отмороженные властолюбцы? — Ну, они, безусловно, властолюбцы в том смысле, что они хотят, чтобы их не трогали, чтобы сохранять статус-кво. Я думаю, что есть люди фанатичные, которые верят в некую идею, вот в некоторую эту миссию, на самом деле не коммунистическую, а миссию такая, великая корейская идея, мы одни против всего мира, и весь мир перед нами кланяется. С этой точки зрения, кстати говоря, Северная Корея многого добилась. И Южная Корея, где, в общем, довольно сильны всегда были настроения, такие вот, ну, они не очень открытые, но вот ощущение, что мы, конечно, добились огромных успехов в экономике, но все равно страна-то как бы оккупированная, и, в общем, большой брат не дает шевелиться. Такие настроения есть, хотя, ну, это не критический уровень. Так вот, Северная Корея показывает, что, да, живем плохо, но зато никто нам не указ. Они ставят перед собой целью хотя бы на таком политическом далеко идущем уровне объединиться. Я имею в виду северных корейцев. Вот, парадоксальным образом, в прежние времена, ну, когда был Советский Союз, когда еще не стоял вопрос о выживании, они были просто частью некого сообщества, вопрос об объединении ставил как раз Северная Корея. Южная Корея всеми силами открещивалась и говорила, вот, оставьте нас в покое, мы строим свое общество. В ту пору нельзя было сказать, что они строили демократическое общество. В общем, общество процветания. Сейчас, как мы знаем, официально провозглашается, в том числе, вот, предыдущий президент Ли Мюнбак Южной Кореи в речи, посвященной, это была годовщина-то, 100-летия оккупации, по-моему, в прошлом году, оккупации Кореи японцами. Он, среди прочего, сказал, что, конечно, наша цель объединения, наш народ будет единым, и он даже предложил ввести специальный налог на будущее объединение, поскольку все понимают, что если это вдруг случится, это обойдется в бешеные деньги. А Корея, Южная Корея, страна очень развитая и благополучная, но не Германия. И у Германии эта кость, это до сих пор не до конца еще переварилась, так сказать, в их организме, ГДР. А уж здесь-то разрыв совершенно, там, многократный в уровне развития. А Северная Корея сейчас, конечно, ни о каком объединении не говорит, поскольку сейчас, кроме идеи, оставьте нас в покое, если кто тронет, я за себя не отвечаю. В общем, ничего больше нет. И все, что делается, в том числе ядерное оружие, ракетная программа, это не для экспансии, это для отпугивания. Хорошо, все говорят, что молодой Ким Чен Ын таким образом сейчас, прошу прощения, самоутверждается. Это так? Вот обостряя? Ну, вероятнее всего, да, потому что заподозрить его в том, что у него какие-то суицидальные наклонности, вроде бы нет оснований, что он хочет громко хлопнуть дверью, красиво завершив историю Корейской Народной Демократической Республики. Вряд ли. Только пришел человек, молодая жена, кстати, красавица, и, по-моему, ждут они на сносях. Соответственно, вот сейчас эту акцию как-то надо закончить красиво. Так что я не исключаю, что какая-то будет еще яркая точка, ну, там, испытание или запуск. А потом, собственно, можно опять повернуться и сказать, ну, видите, вот. Нас уважать-то надо, но мы, в общем, готовы к разговору. Другое дело, что непонятно, о чем разговаривать, потому что решение ядерной программы Северной Кореи в том понимании, как его видели, там, 15 лет назад или 10 лет назад, а именно прекращение ее. Полное сворачивание. Это невозможно, да. Ну, а зачем тогда все это? То есть вся идеология Северной Кореи построена на том, что ядерное оружие, ракетная программа – это необходимые условия выживания. Соответственно, уговорить людей, чтобы они отказались от условий выживания, в общем, невозможно ни за какие деньги. Поэтому я думаю, что будет спад, возможно, будет какое-то потепление в плане гуманитарных контактов до следующего инцидента. А следующий инцидент, надо отдать должность, Северная Корея никогда не действует... Ну, как бы, она отвечает. Там, сколь пропорционально она отвечает, это вопрос другой. Вот в той же самой китайской передовице, которую я уже упоминал, там как раз четко и ясно сказано, что пределы есть. Там понятно, что вы должны показать что-то, но соизмеряйте ваши действия с тем, что... Сейчас ответ был на американ-южнокорейские учения, когда прилетели стратегические бомбардировщики американские. И вот это они восприняли как подготовку к войне или решили воспринять как подготовку к войне, чтобы показать, что они к войне готовы. Так что что-то будет со стороны Южной Кореи и США, обязательно будет ответ. Если ничего вдруг не будет, а в Южной Корее, я напомню, тоже новый президент, причем первые женщина, тоже, в общем, вопрос, самоутверждение стоит. Так что здесь не все понятно, но я думаю, что все-таки скоро пойдет на спад это все. — Вы опередили меня, я как раз хотел спросить относительно того, какую роль в данном случае играет ПАК КНХ. Ей же она вообще, у нее такая репутация достаточно жесткой женщины, и ей тоже как-то действительно надо показать, что кто в доме хозяин. Она может и ногой топнуть, нет? Ну, знаете, перекидывая условный мостик к другой теме этой недели, к кончине Маргарет Тэтчер, можно вспомнить, что в 83-м году блистательные, в кавычках, политики в Буэнос-Айресе, генерала Галтиери и его коллеги, решили, что раз Великобритания управляет Дама, то можно попробовать решить территориальный вопрос, она не рискнет воевать. Чем кончилось, известно. Вот в случае с южнокорейским президентом, я не сравниваю никоим образом, не имею основания это делать, но, конечно, женщина во главе государства, тем более азиатского государства, где традиция своя очень специфическая, она должна демонстрировать, наверное, даже большую жесткость, чем мужчина. Так что здесь, ну, я надеюсь, что в Северной Корее это понимают, и там тоже, в общем, соизмеряют как-то возможные ответные действия. — Федь, в прошлые годы, в моменты вот таких обострений, ваш брат-эксперт говорил, это Южная Корея, ой, это Северная Корея, конечно же, таким образом торгуется на предмет еды и топлива, топочного мазута и пшеницы, или риса, условно говоря. Сейчас они торгуются на тот же предмет? — Мой брат не эксперт, сразу хочу сказать, он другим занимается. В том-то и дело, что все привыкли, что вот эти вот яркие эскапады, они связаны с конкретными желаниями. Если вы нам не дадите чего поесть, то мы вам тут всё разнесём. Сейчас это нет, нету никаких подспудных вот требований, которые бы выдвигались. А сейчас речь идёт именно о выживании, это чисто политическая вещь. То есть не подходи, даже не думай. Что, в общем, понятно, опять же, если смотреть на мир вот из Пхеньяна, с той психологией осаждённой крепости, которая у них не веками, но десятилетиями вырабатывалась, что в мире-то творится? Захотели сменить режим в Ираке, сменили, вообще разметали просто по кулачкам, повесили президента, ничего не нашли в итоге, никаких этих вот формальных оправданий не нашлось, но ничего. — Да, и как ни в чём не бывало. — Да, в Ливии на куски порвали тоже типа легитимного президента, никто не пикнул. А про Сирию всё время говорят, что сколько можно, пора вмешаться и положить этому конец. Естественно, у такого рода политиков возникает ощущение, что либо мы сейчас всем покажем, что если вы нас тронете, то вы пожалеете так, что вообще будете вспоминать это всегда, либо нас тоже, грубо говоря, схорчат. И в этом смысле то, что происходит в Северной Корее, вот эта вот эскалация, это прямая производная от мировых процессов. В каком-то смысле вот северокорейская история — это зеркало. С одной стороны, бесилие, потому что Соединённые Штаты в принципе могут Северную Корею размазать по блюдцу в течение там нескольких дней. Ну, издержки таковы, что никого не охота связываться. А с другой стороны, вообще вот само поведение, оно отражает неверие ни в какие договорённости, ни в какие обещания, чему верить вон там. Саддам Хусейн вообще был, можно сказать, союзником США и чем кончилось. — Федь, а условно говоря, Китай с Соединёнными Штатами и, может быть, даже с нами не могут так вот объединиться, договориться и сказать, придумать какую-нибудь формулу, чтобы действительно уже раз и навсегда... — А вот в том-то и дело, что не могут. И в этом смысле, мне кажется, северокорейское руководство много прозорливее, чем многим кажется. То есть они, конечно, с одной стороны неадекватны, а с другой стороны, они понимают, почему можно так себя вести. Не могут договориться, потому что, во-первых, сами эти великие, державы, они далеко не так контролируют процессы, как это было лет 30 назад. Тогда было возможно, что по конкретному вопросу США и Советский Союз договаривали. Например, и те, и другие решили, что ЮАР, ядерное оружие, не нужно, не надо, чтобы у них было. А оказали мощное консолидированное давление, несмотря на холодную войну. И всё, и не стало у ЮАР ядерного оружия. Или там другой пример тоже с Ираком, но Первая война, когда был, в общем, консенсус, что нельзя взять так и прихватить соседнюю страну. Там нравится нам, не нравится эта страна, но так нельзя. И, так сказать, выгнали Саддама Хусейна из Кувейта. Сейчас это невозможно, потому что у каждого свои калькуляции, что к чему это приведёт. Китай, которому уже хуже горькой редьки эти кимы. Но он понимает, что если любое действие по дестабилизации, ему же аукнется. Нафиг оно мне надо, грубо говоря. Россия тоже, в общем, какой смысл? Россия не считает Корею такой уж угрозой для себя. А способствовать американцам, чтобы они решали эту проблему, а потом пытались там установить что-то своё? Зачем? Никаких обязывающих договорённостей, которые бы гарантировали, что потом будет определённая модель, сейчас никто не верит в них. Поэтому вот такое поведение отмороженных, грубо говоря, стран, потому и возможно. В студии «Голосы России» Фёдор Укьянов и Пётр Журавлёв. Мы продолжаем разговор по итогам прошедшей недели. И очень заметным событием этой недели была кончина баронессы Тэтчер. Уже упоминавшейся, Федь, вами. Безусловно, все отметили, а, собственно, вклад Маргарет Тэтчер в европейскую и британскую политику. Все обратили внимание на группу маргиналов, которые плясали в Брикстоне и пили шампанское, и говорили, самое мягкое, ад теперь приватизирован. Тем не менее, Федь, фигура Маргарет Тэтчер и её мысли относительно Европы и Британии, это сейчас, конечно, предмет такого исследования уж по меньшей мере. Правда? Ну, вообще, меня, конечно, очень впечатлила реакция именно у нас в России, потому что, по-моему, такого за очень малыми исключениями это исключительно, только пиетет выражается, потому что мы помним определённую сторону Маргарет Тэтчер, вот и её раннее распознавание Михаила Горбачёва ещё до того, как он стал генсеком, что этот человек, который может изменить Советский Союз... С этим парнем можно говорить, да. Да, и её знаменитое интервью с 86-го или 87-го года, когда она просто на обе лопатки положила самых наших опытных политобозревателей по телевизору. Томас Колесниченко и Борис Калягин. И третьего не помню. И, конечно, это была крайне яркая и колоритная женщина, ну, и красивая, и впечатляющая, и всё. При этом, вот вы говорите, маргиналы плясали. Плясали, это, конечно, маргинал, потому что плясать по поводу смерти нормальный человек не будет, как бы он не относился к покойнику. Но, в общем, степень противоречивости отношения к Тэтчер и в Великобритании, и вообще в мире очень высока. Она, конечно, запомнилась как человек идеи, и как человек, который беспощадно совершенно проводил вот свою линию и свою точку зрения. Сейчас уже по прошествии, там, 20 с лишним лет, с тех пор, как Тэтчер ушла из политики, много есть разных мнений, вообще говоря, к чему привела эта линия. В краткой и среднесрочной перспективе, пожалуй, что да, это, собственно, Англия к моменту прихода Тэтчер к власти находилась в очень убогом состоянии экономическом. И она вот этими драконовскими мерами, невзирая ни на что, она их страну толкнула. Правда, оборотная сторона, она проявилась уже позже. И много, та же приватизация всего и вся, там, железных дорог до сих пор икается, и многие говорят, что, вообще говоря, перегнули страшно. А с другой стороны, вот, читая отклики, значит, в мире бывшем коммунистическом, это в основном преклонение, очень сдержанные комментарии в Германии, например. Потому что, ну, многие помнят и цитируют фразу Маргарет Тэтчер, когда в 90-м году Гельмут Коль, еще до объединения, но уже после падения Берлинской стены, когда обсуждался вопрос о форумах объединения Германии, Гельмут Коль приехал на очередной саммит ЕС зимой, наверное, 90-го года, и Тэтчер, не стесняясь, а намеренно, чтобы он ее услышал, сказала громко, ну вот мало мы немцам наваляли, опять они тут. То есть, вот эта вот степень жесткого британского национализма, который она не скрывала, это проявлялось и в фалклендской войне, когда престиж дороже всего и суверенитет свой мы не дадим, даже если погибнут люди, и отношение к Европе, то есть битва, если бы Британия не вступила в ЕС раньше, в 70-е годы, до Тэтчеря, я думаю, что она бы не вступила, конечно, при ней, потому что Баранас вообще считал, что это все придумали какие-то окопавшиеся в Брюсселе коммунисты, чтобы поработить свободные нации. Но поскольку она уже это унаследовала, билась за каждую копейку, что знаменитая фраза Тэтчер на каком-то саммите, когда она встала и буквально закричала, верните мне мои деньги, чтобы мы перечисляем вашим этим самым аглоедом. То есть, в этом смысле, да, и в третьем мире, об этом тоже сейчас пишут, ну так, сдержанно, но тем не менее, напоминает, что она, в общем, Великобритания уже не была колониальной державой, как в момент ее премьерства, но Тэтчер, в общем, относилась к третьему миру как вот к чему-то, что по недоразумению перестала быть колонией, и крайне высокомерно. Поэтому ее характер вот такой очень сильный, очень яркий, но очень упрямый и несгибаемый, даже по вопросам, когда уже вроде все движется в другую сторону, конечно, он одних очень привлекал и восхищал, других отталкивал напрочь. Совершенно не вспоминает у нас историю голодовки североирландских активистов, в том числе депутатов парламента, когда, если я не путаю, 10 человек просто умерло от голода. Это как в ранние 80-е? В ранние 81-й год что-то такое. Тэтчер сказала с террористами, она считала, что они все террористы, с террористами разговаривают не о чем, хотят сдохнуть, пусть сдохнут. И они, в общем-то, один из них был депутатом британского парламента. Советская, значит, пропаганда тогда, естественно, об этом кричала очень громко. Сейчас как-то об этом не вспоминают, хотя, ну, в общем, тоже свидетельство другого совсем теста, из которого тогда и сейчас сделана политика. Федь, можно сравнить Тэтчер с герцогом Мальборо, я имею в виду Уинстона Черчилля? Ну, в каком-то смысле да, хотя Тэтчер ведь, уникальность ее в том, что она не аристократ, она пробилась буквально из низов, и в этом смысле, а в Англии, как мы знаем, супер-иерархическое общество, какая бы там ни была демократия, а все равно, это вот очень действует, вот эта вот сегментация, что ли. И она, ей, чтобы пробиться, надо было быть еще более жесткой, решительной. Сравнивать трудно, потому что, ну, все-таки время, когда был Черчилль, ну, покруче было, чем даже когда Тэтчер. Но, в общем, по вот этой вот убежденности, я думаю, что Черчилль был, в общем, умнее, конечно. Ну, как интеллектуал, у него были более гибкие мозги. Он понимал, что, когда, пример, значит, Черчилль был совершенно оголтелым антисоветчиком, антикоммунистом, но в какой-то момент сказал, мне плевать, я готов с кем угодно, хоть со Сталином, но потому что это надо Британии. Вот честно... Это было сказано 22 июня 1941 года, что никто не сможет упрекнуть меня в том, что я люблю коммунистов, но сейчас они объективно наши союзники. Я не знаю, честно говоря, вот была бы Тэтчер на его месте, как бы она себя повела. Может быть, так же, а может быть и нет. Но, в общем, это люди, конечно, это те поколения политиков, которые понимали, что политика это очень жестко. Вот сейчас, мне кажется, это понимание немножко ушло вообще из мировой ситуации. Опять вы почти украли у меня вопрос следующий. А Дэвиду Кэмерону хочется быть похожим на Тэтчера? Ну, может, и хочется. Я понимаю, что тут вопрос съест, то он съест, но кто ему даст. Но, тем не менее. Я думаю, что всякому политику британскому хочется быть похожим на Тэтчер с точки зрения способности проводить свою линию. Между прочим, вот тоже Тэтчер явно по характеру совсем не была большим демократом. Наоборот. Она считала, что, в общем, они никто ничего не понимает. Их надо заставить. Два мнения. Мое и неправильное. Мое и неправильное. Но при этом Британия есть Британия. То есть она выигрывала выборы. И вот эта способность заручиться поддержкой крайне непопулярных решений, не просто непопулярных, которые вызывали там, чуть ли не ставили страну на грани просто раскола такого гражданского. Вот это вот совершенно невероятная вещь, которой сейчас нету. Сейчас, я уж не знаю, это проблема демократии современной или лидеров, или того и другого, но сейчас любое сильное решение, оно разжижается до предела, чтобы как-то его пропихнуть через выборы. Вот тех политиков, ну, а Тэтчер относится к тому поколению, которое сейчас почти уже ушло, уходит последнее в мире, которые умели повести за собой не только жесткой рукой, но и силой убеждения. Вот при всем различии, тут возрастные совпадения, но совершенно разные люди, но кто остался из этого поколения в мире? Гельмут Шмидт, жив в Германии, канцлер, величайший совершенно политик, который, ну, другого совсем типа, он никакой не был авторитарный, но он был очень убежденный, он знал куда и знал как. Его до сих пор, его, к сожалению, там по... Ну, просто он проиграл выборы уже естественным образом, но все вспоминают, что это был один из самых величайших канцлеров Германии, хотя довольно незаметный и тихий, и неяркий человек. Ли Куан Ю в Сингапуре, еще живой, почти ровесник Тэтчер, чуть старше, грандиозного совершенно масштаба личность, тоже четко знающий человек, куда идти. Нельсон Ван Делл, между прочим, тоже вот сейчас, видимо, он уже тоже близок к финалу, но, тем не менее, тоже человек, в общем, совершивший невероятное, то есть, деапортизацию ЮАР без сведения счетов. Вот эти люди достойны преклонения, даже если мы с чем-то не согласны, потому что таких сейчас уже нет. не делают, как говорится. В студии «Голос России» Федор Лукьянов. Федь, спасибо большое. Мы увидимся через неделю. Россия в глобальной политике Россия в глобальной политике видео-версия.